Доброе утро! Сегодня я хотел бы рассказать, для чего обращаюсь в своих поисках к первоисточникам, а не к более поздним изданиям, на примере поста в живом журнале. Что такое человеческая речь? Это передача образов от собеседника к собеседнику. Преобразование образа в речи слова происходит у каждого человека индивидуально. Например, я хочу передать картинку другому пользователю. В самом живом журнале, до тех пор, пока я не отправлю на просмотр, либо на печать журнал, все картинки, тексты выглядят в виде набора символов. В случае внесения каких-либо искажений, даже в один символ на выходе, мы рискуем не увидеть при начальной картинке. таким образом, поменяв всего лишь один символ, потеряли образ. Нечто подобное происходит при реформе языка в знамене букв в словах. Посмотрим на конкретном примере. Берем книгу Чулкова Михаила Дмитриевича «Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах древних времен», в которой он дает определение озера Лиман, залив Черного моря, в который впадают реки Днепр и Бук. На густе Монова лежат крепости Очаков и Кимбур. Слово Лиман, без сомнения, произошло из греческого языка, на котором «лимни» значит «большое озеро», иногда и часть, или залив моря. Как-то Птоломей и Страбан Азовское море называли Меотическую Лимную. Потому и Женевское озеро в Швейцарии названо Лакус Лиманус. Если принять за правду мнение некоторых ученых, по которым в глубокой древности был в Азии язык общий, от которого главнейшие европейские языки греческий, латинский, славянский и германский, яко от общей матери произошли, что для великого сих языков в весьма многих словах согласие не невероятное есть, то можно думать, что и Ильмень озеро близ Новгорода перестановку букв от того же имя свое получила, да и все при морях заливы называются по большей части лиманами. Смотрим, как в современном языке дается трактовка озера Ильмень. Название озера стало апеллятивом нарицательным, которым обозначают небольшие зарастающие тростняком и камышом озера, как правило расположенные в дельтах больших рек и образовавшие из расширенных рукавов или лиманов. Ни о каком греческом языке и тем более в утвердительной форме речи уже нет. Вот еще интересное поделение. Из научных этимологий название озера наиболее популярная версия о происхождении древнерусского Ильмень от финского озера, непогода, небесное озеро. Вот так. По прошествии небольшого времени из утвердительной формы имеем научно-фантастические версии. При этом забавляют обороты в виде Палеозойской эры, Кайнозойской эры. То есть то, что происходило 250 лет, забыли, а то, что происходило миллионы лет, пишем уже с уверенностью. Кстати, можем заодно проверить, как звучит в переводе на греческий озеро. Действительно, лимни. Посмотрим в картах Яндекс. Ильмень. Найдено более 100 результатов. Берем озеро. Смотрим. Израилом. Все присутствует. Вот так. По прошествии небольшого количества относительно времени уже официальная наука забыла, как, собственно, от чего произошло название озера. Возвращаясь к книге Чулкова, еще несколько выдержек приведу о языках. Древняя сия великие монархии доказывается, российской, то бишь тем, что она более полутора тысяч лет великости своей силы и славы стоит на одной мере, невзирая на минувшие свои раздробления, порабощения, предательства и возмущения. И можно он и назвать колыбелью народов. Сильную Римскую империю, опровергнувших и на развалинах ея основавших новые царства, которые частью и до ныне стоят, непоколебимо. В самых древнейших временах обитали в принадлежащих к России местах славяне, народ многочисленный, от которого неоднократно трепетали византийские императоры, которому за тысячу лет подвластна была целая половина Европы. Из нынешней Малой России вышли готы, основавшие в Италии, Франции, Гешпании, цветущие государства. От Волги, Яйка, Урала и Кумы реки пришли Угры, Гуны и другие разные народы, которые с самого начала VI века по Рождестве Христовым во время великого перехождения народов потрясли Европу и он ее в нынешний вид притворили. Таким образом, многие народы принуждены искать первых своих прародителей в нашем Отечестве. Сказал это Ломоносов. Еще одна выдержка. Примечание в первом томе. С арабским языком можно путешествовать по многим восточным странам, начиная от Египта до двора Великого Могола. Но гораздо далее следовать можно с иллирическим, словенским. А именно от Венецианского залива до пределов Камчатки, ибо российский язык у него есть наречие. Вот, по-моему, пожалуйста, никаких там финно-угорских и прочих сказок. Даю за внимание. Продолжение следует...